Привет! С вами вновь Иван Кузнецов. И сейчас мы с вами подтянемся с помощью веревки. Упражнение номер один. Исходное положение лежа на спине. Одна нога вытянута, другая нога вытянута вертикально в потолок. Веревку забрасываем на рабочую ногу, прям на стопу. Пружинистыми движениями начинаем раскачивать ногу к себе и от себя. Упражнение выполняем одну-две минуты. Упражнение номер два. С помощью веревки, то есть находясь в предыдущей позиции, с помощью той же самой веревки, подтяните ногу к носику. Если с первого раза не получилось, это не страшно. Зафиксируйте ногу в растянутом положении. Будьте внимательны, нога, которую вы тянете, должна быть абсолютно прямой. Удерживайте позицию 20-30 секунд. Упражнение номер три. Рабочую ногу, это та, на которой веревка, вытяните опять же под углом 90 градусов точно в потолок. Другую ножку, подтяните к тазу и поставьте стопу в пол. Таким образом, чтобы коленка ноги смотрела точно в потолок. Рабочую ногу, на которой веревка, плавным движением опускаем в сторону. Если у нас правая нога смотрит в потолок, значит мы правую ногу опускаем направо. Другую же ногу, сгибаем согнутую в колени, опускаем в противоположную сторону. Таким образом, мы делаем раскрытие тазобедренного сустава. Будьте внимательны, обе ягодицы должны оставаться на полу. Удерживаем положение 15-25 секунд. Упражнение номер 4. Исходная позиция. Рабочая нога вытянута в потолок под углом 90 градусов. Другая нога вытянута вперед. Возьмите веревку в противоположную руку. Например, если у вас правая ножка вытянута в потолок, то веревку мы перехватываем в левую руку. Свободную руку вытяните и положите ладошкой в пол. Плавным движением опустите рабочую ногу в противоположную сторону. Опять же, если правая нога у нас смотрит в потолок, опускаем ее влево. Мы как бы скручиваем корпус. Очень мягко. Все скручивания всегда делайте максимально мягко и спокойно. И зафиксируем положение на 10-15 секунд. И зафиксируем положение на 10-15 секунд. Упражнение номер 5. Примите положение группировка. То есть, бедра плотно прижмите к грудной клетке, обнимите руками свои ноги и лоб прижмите к коленям. И начинаем делать перекаты вперед-назад, вперед-назад. Мы эти перекаты делаем именно после того, как мы выполняли скручивания. Обязательно после любых скручиваний нужно поделать перекаты, чтобы вставить позвонки на место. Делаем 8-12 повторений. После выполнения комплекса с одной ноги, необходимо повторить тот же самый комплекс с другой ноги. При выполнении упражнений следите за своими ощущениями. Избегайте резкой боли и резких движений. На этом на сегодня все. Пишите в комментариях, какую часть тела вам хотелось бы проработать. Что было бы интересно именно вам? С вами был Иван Кузнецов. До новых встреч, всего доброго вам и до свидания.